А, ну все, отлично. Сейчас, я надеюсь, выйдет презентацию. Здравствуйте. Для меня большая честь выступить на этом форуме. Я вообще клинический фармаколог, и просто уже долгие годы наша кафедра занимается проблемой боли и аналгезии, поэтому вот мое выступление, посвященное сильным опиоидам, ну вот, наверное, с этим и связано. Регламент очень небольшой, и поэтому в своем выступлении я сделал такой этюд, если угодно, по тем возможностям, которые имеются в мире с точки зрения применения препаратов из этой группы. И, соответственно, буду по мере рассказа своего упоминать, о что есть в России, ну а, соответственно, чего нет. Это, наверное, те перспективы, которые все-таки будут рано или поздно реализованы. Диана Владимировна сегодня еще не сказала, вот, я, может быть, сказала о дорожной карте, которая принята или вот буквально будет принята правительством Российской Федерации, в том числе и по оптимизации аналогетической терапии по расширению списка сильных опиоидов. Если вспомнить историю опиоидов, то в целом такая научная история применения препаратов этой группы началась примерно 210 лет назад, когда сэр Тернер открыл морфин алкалоитопия, который чудесным образом подошел к нашим энкефалиновым и эндорфиновым рецепторам, и за счет этого оказывал целый ряд терапевтических свойств, в том числе, прежде всего, мощное обезболивание. Грустная новость, да, 210 лет прошло, мы сегодня можем обойти разные залы, посмотреть на выставки и увидеть, как спрогрессировала медицина в контексте лечения онкологических заболеваний. Но я вам скажу, что до сих пор морфин является основным препаратом во всех руководствах по лечению интенсивной боли, в том числе по лечению интенсивной боли, хронической интенсивной боли в онкологии. Ничего не удается найти, найти лучшего, более мощного, более безопасного и с другими механизмами действия. Поэтому все препараты, которые представлены на этом слайде, это, собственно, препараты морфиноподобные. Да, некоторые из них сильнее, чем морфин, поэтому мы их применяем в меньших дозах. Но с точки зрения принципиальной реализации фармакологического, аналогетического и других эффектов, это препараты, идентичные морфину. Подчеркнуты те, которые реально есть в России. К сожалению, бупринорфин, мелькнувший в России, сейчас пока опять отсутствует. Гидрокодон, гидроморфон, но о них особо сожалеть и не стоит. Метадон, который широко используется в разных странах мира, как для обезболивания, так еще чаще для так называемых заместительных программ лечения героиновой наркомании, у нас выведен за список лекарств, это, собственно говоря, второй героин. Поэтому мы его даже не будем обсуждать. Как я уже говорил, все препараты, которые фигурировали на предыдущем слайде, они реализуют свой эффект а-ля морфин. И мы где-то в середине 70-х годов стали понимать, как они действуют. Это, собственно, вот эти самые рецепторы, которые поделили на мю, капа и дельта. Мю рецепторы стоят во главе угла. Через них реализуются терапевтические эффекты, как то аналгезия, в общем, седативное действие. Но через них же реализуются и все негативные эффекты опиоидных аналгетиков, миоагонистов, о которых мы знаем. И поэтому это неразрывно связанные терапевтические и нежелательные явления. Ничего нового, более мощного, так сказать, и более безопасного без мю рецепторов нам придумать не удалось. Поэтому идет оптимизация мю-опиоидных анальгетиков, сильных опиоидов, в основном в контексте создания или новых лекарственных форм, новых лекарственных форм с большей, допустим, безопасностью, или создания комбинированных препаратов. Если так структуризировать, то нужно разделить несколько путей совершенствования сильных опиоидов. Вот с их традиционным действием. Это создание быстродействующих лекарственных форм, которые в онкологической практике у палеотивных пациентов могут использоваться для так называемых прорывов боли. Очень близкая, наверное, аналогия, когда мы имеем пациента со стенокардией, у которого есть некая фоновая боль, и у него есть приступы стенокардии. И мы с вами знаем, что для лечения плановой стенокардии используется одна группа препаратов. А, скажем, для лечения приступа стенокардии, то бишь, собственно говоря, прорыва боли при стенокардии, используется тот же нитроглицерин или тот же изосорбидодинитрат, но просто в особой лекарственной форме, допустим, спрей. А создание лекарственных форм, оказывающих длительное эффективное действие при сильной хронической боли, тут, наверное, главное слово – неинвазивность. До сих пор большой процент пациентов, к счастью, в меньшей степени уже в Петербурге, но в России лечат хроническую боль, или им лечат хроническую боль инъекциями. Морфина, промедола, омнопона, что в целом всеми международными руководствами по лечению хронической боли осуждается. То есть лечить плановое лечение пациентов с интенсивной хронической болью, у палеотивных пациентов должно проводиться неинвазивными лекарствами, то есть лекарствами, которые пациент может принимать внутрь, или мы можем апплицировать, допустим, системы на кожу. И эти, в идеале, лекарства должны действовать при поддерживающем лечении достаточно длительно, чтобы более удобно для пациента. Ну и третья тенденция – это создание комбинаций, которые содержат два, так сказать, вроде бы парадоксальных компонента. Это препарат сильный опиоид и, например, препарат, блокирующий опиатные рецепторы, такие как налоксон или налтриксон. Ну, я буквально через минуту, через несколько, вот эту, так сказать, как бы коллизию попытаюсь объяснить. Ну, а также, поскольку все-таки мы видели, что через миоопиатные рецепторы развивается эйфория, и это является причиной не медицинского использования препаратов данной группы, а диверсификации, вот все эти трагедии с выстрелами, как раз и являются следствием сверхопасения, я бы так еще раз, сверх-сверх опасения наших государственных чиновников о этих рисках диверсификации. Ну, собственно говоря, все-таки стараются, конечно, в мире создавать лекарственные формы опиоидов, которые бы были менее интересны наркозависимым для диверсификации, ну, грубо говоря, украсть и использовать. Вот прорывы боли. К сожалению, ничего у нас нет пока, но это то, к чему мы можем стремиться, что мы можем или сами создавать, или мы можем регистрировать, если, вернее, если фирмы захотят, мы можем регистрировать и, так сказать. В основном это формы, которые имеют или сублингвальное, или интраназальное, или букальное всасывание. Это быстродействующие лекарственные формы фентанила, и благодаря им пациент может оказывать себе самопомощь при прорывах боли. Еще раз повторю, полная, так сказать, аналогия с приставом станокардии, когда наш пациент лезет в карман за флакончиком, да, со спреем, содержащим нитроглицерин или сорбидодинитрат, прыскает, извините, там, или, так сказать, ингалирует под язык, да, этот раствор нитроглицерина, и боль его отпускает. Здесь просто вводится таким же образом фентанил. Никаких вызовов неотложной помощи, где там гремятся, так сказать, сумками приходят три человека для того, чтобы уколоть пациенту, бывает, так сказать, его же морфин, который у него лежит там на углу, или, так сказать, чертыхаясь, колят свой, понимаете, или там промеду. Вот это, пока этого нет, но желательно, наверное, чтобы это появилось, и это облегчит жизнь нашим пациентам. Для вот такого быстрого действия идут дальше, разрабатываются ингаляционные формы фентанила. Несколько систем здесь представлены, они еще на этапе клинических испытаний, но, возможно, через какое-то время такие же ингаляторы, как есть у пациентов, страдающих бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких, будут у пациентов, в том числе палеотивных, онкологических, с сильной болью, и заряжен этот ингалятор будет фентанилом. Ну, вы сами понимаете, что площадь, да, альвеолярно-гематологического барьера огромна, поэтому всасываемость очень быстро, эффект наступает очень быстро. Помимо фентанила, вот, возвращаясь к различного рода спреям, интраназальным, букальным, сублингвальным таблеткам, используются и другие препараты группы, близкие к фентанилу, алфентанилу, суфилтанилу, сулфентанилу и так дальше, ну и традиционный морфин. Если говорить о уже плановом лечении хронической боли, то это различные опиоиды, которые мной были упомянуты в форме ДПО таблеток, пролонгированных таблеток, действующих 12 или 24 часа. Здесь у нас, слава тебе Господи, все благополучно. Есть морфиносульфат МСТ-континус, есть сейчас морфиносульфат в ДПО-капсулах. Чего нет из энтеральных форм? Это короткодействующих или быстро высвобождающихся форм морфина в таблетках или в растворе. Этого жалко. Почему? Потому что, скажем, для детей энтеральный раствор – это достаточно важно. И для подбора терапии. Во всем мире, пока перед тем, как перевести пациента на пролонгированные формы, рекомендуют использовать для подбора дозы короткодействующий морфин или морфиносульфат, или морфиногидрохлорид в таблетках с быстрым высвобождением или, так сказать, в растворе. Ну, слава богу, у нас есть вот такая неинвазивная эффективная форма морфина сульфат. И есть на сегодняшний день, ну почти есть, оксикодон, о котором тоже я чуть позже скажу. Ну, с точки зрения технологии, это понятно, как это все действует, или ОРОС-системы, так называемые, астматические системы в кардиологии. Они, кстати, широко используются, препараты пролонгированные, ну, тот же нефидипин, да, осмоадалат, та же самая ОРОС-система. Вот, или это так, как я иногда их в шутку называю, таблетки Наполеон. Ну, все, наверное, дамы представляют пирожное Наполеон как печется. Вот технологически, собственно говоря, пролонгированные с постепенным освобождением препаратов, в том числе морфиноэнтеральные формы, делаются по принципу пирожного Наполеона. Трансдермальные терапевтические системы, слава богу, их тоже в России, они есть, можно сказать, где-то даже достаточно, в части субъектов федерации. По льготе 2015 года, скажем, в Петербурге, это для меня было приятное вообще открытие, когда я получил эти данные, порядка 80% пациентов получают неинвазивные опиоиды длительного действия. Из них, в общем, в подавляющем большинстве случаев, это были трансдермальные терапевтические системы, что несколько идет в разрез с международными рекомендациями, потому что в них на первое место ставятся пролонгированные морфины. А трансдермальные терапевтические системы, они рассматриваются как альтернатива энтерально пролонгированным морфинам в тех случаях, если энтеральные пролонгированные морфины по какой-то причине не могут быть пациентами эффективно использовать. Трансдермальные терапевтические системы прошли эволюцию в своем развитии, начиналось все с резервуарных систем, они у нас были. Сейчас мы пользуемся матриксными системами, ну и вот одна из компаний сделала такую еще более высокотехнологичную систему, где матрикс совместилась с мембраной, но она уже, так сказать, немножко другая, чем в первом поколении, и в результате вот этого совмещения, опять же, тот фентанил, которым начиняют, а много фентанила в этих системах, ну скажем, в зависимости от дозы, если переводить по массе на ампулы, 50-100 ампул морфинов, извините, фентанила, входит в одну систему с той или иной дозой. Ну и вот за счет этой пассивной диффузии закрепленная система в течение трех суток дает достаточно стабильная концентрация, и пациент может не испытывать боли, и на Западе благодаря этих систем люди достаточно социализированы, ведут активный образ жизни. Мы имеем две системы, содержащие морфин, они абсолютно биоэквивалентны, то есть взаимозаменяемые. Ну, к сожалению, у нас нет дозы 12,5 микрограмм в час, которые, в общем, ориентированы больше на сильную боль неонкологической природы. У нас почему-то, опять же, в силу определенных каких-то стереотипов и страхов перед людьми в погонах, больные даже с тяжеленными болями, допустим, при остеоартрозе практически никогда не получают трансдермальный морфин или трансдермальный фентанил или интеральный морфин. Никогда невролог или ревматолог это не назначают. За рубежом это используется, это используется. Также в трансдермальной форме применяется бупринорфин, но в нашей стране он зарегистрирован, но компания, которая его зарегистрировала, его не ввозит и им не торгует. Хотя, в общем, жалко, бупринорфин – это препарат с такими определенными преимуществами, с более высокой респираторной безопасностью по сравнению с классическими опиатами, такими как морфин и фентанил. Ну, что есть, то есть. Может быть, тоже бупринорфин получится. Ну и как вот еще одна технологическая развитие пролонгированной формы, опять же, это имплант, который осуществляет постепенное выделение суфентанила на протяжении очень длительного времени. Ну, понятно, что в этом есть и определенные проблемы, потому что если что-то, так сказать, случается, то такая пролонгированная форма, она должна быть срочно извлечена и прочее, прочее. Но пока все хорошо, вот три месяца пациент может благополучно обезболиваться. Если говорить о путях, которые применяются для снижения рисков диверсификации, то есть выведения препаратов группы в нелегальный оборот, то вот основные моменты. За рубежом выпускаются препараты, которые достаточно трудно из, скажем, энтеральных форм перевести в раствор. Почему? Потому что многие наркозависимые, они не используют таблетки. Вернее, они используют, но если у них есть возможность добыть таблетки, содержащие наркотический препарат, в частности опиоидный препарат, они его переводят в кустарный раствор и вводят внутривенно, поскольку они получают так более мощный, так сказать, психотропный эффект, и очень часто как раз это происходит. Поэтому делают таблетки, лекарственные формы, которые просто трудно превратить в порошок, или которые дают нерастворимый гель, ну а также вот различного рода отталкивающие, да, так сказать, добавки, изменяющие цвет раствора, что делает неприятным и страшным его введение, ну и вот опять же комбинированные препараты. Ну вот одна из, так сказать, форм препарат Римокси, да, который вот дает этот самый гель трудно растворимый, ну и есть таблетки, содержащие оксикодон, которые очень сложно, в отличие от альтернативных таблеток, подверг толчению и растворить. Ну и, наконец, комбинация опиоидов, сильных с налоксоном и налтриксоном. В нашей стране уже практически на пороге он зарегистрирован, там абсолютно технические моменты по его там ввозу, ну вот он, наверное, с 2017 года будет точно, в том числе и в составе различных льгот. Это препарат Торгин, содержащий разные дозы оксикодона и антагонисты опиатных рецепторов налоксона. Налоксона в соотношении, вы видите, 2 к 1. И также проведены клинические исследования, и на рассмотрение Министерства здравоохранения, его экспертов, находятся результаты этих клинических исследований препарата Бупраксон, который содержит бупринорфин в дозе 0,2 мг и налоксон. Ну давайте мы на примере Торгина, оксикодона в сочетании с налоксоном рассмотрим, зачем же были сделаны такие препараты и чего от них ждут и, в принципе, дождались. Это первая цель, но она именно для Торгина, улучшение переносимости длительности терапии опиатомиопиоидами с точки зрения уменьшения частоты запоров. Есть даже термин такой, опиоид-индуцированные запоры, и те из вас, кто реально лечит палеотивных пациентов или пользуется опиоидами, в частности, энтеральными опиоидами, знают, что, собственно говоря, именно запор является одной из наиболее частых и тяжелых проблем для этих пациентов с точки зрения нежелательных явлений препаратов данной группы. И борьба с этим запором, конечно, это очень важное дело. И снижение рисков, опять же, диверсификации, о которых я уже говорил. На чем построена идея включения налоксона в энтеральный комбинированный препарат, скажем, Торгин, где оксикодон и налоксон сочетают в одной таблетке? Это препарат с совершенно разной фармакокинетикой. Дело в том, что налоксон работает практически как мощный блокатор опиатных рецепторов только при внутривенном введении, ну, скажем, парантеральном введении, и интерназальном тоже, поэтому сейчас за рубежом разработаны интерназальные формы налоксона. Ну, а, в общем, в анестезиологической практике, или в токсикологической, как антидот, он классически внутривенно выводится. При интеральном введении он практически не попадает в системный кровоток. У него биодоступность системная составляет 3%. А оксикодон, он хорошо проходит на печеночный барьер и попадает в системный кровоток. И вот на этой разнице в системной биодоступности и построена идея сочетания. Дело в том, что когда торгин, оксикодон с налоксоном вводятся внутрь, налоксон хорошо очень всасывается и попадает на периферические миопиатные рецепторы кишечника, их блокирует. И резко снижает воздействие на эти периферические миопиатные рецепторы оксикодона. Соответственно, выраженность опиоид индуцированного запора, она, так сказать, меньше при применении такого комбинированного препарата. А после того, как препараты всосались, они, естественно, попадают в портальную систему. Но это известно, да, что при интеральном применении. И дальше в печень. И вот тут судьба у оксикодона и у налоксона совершенно разная. Потому что при первом прохождении через печень оксикодон разрушается мало, 80% его достигает системного кровотока, а практически весь налоксон разрушается. И поэтому не попадает в системный кровоток и никак на уровне головного мозга не препятствует развитию эффекта оксикодона. То есть, по сути, торгин, если брать его обезболивающий потенциал, это обычный оксикодон в соответствующих эквивалентных дозах, но меньше вызывающий опиоид индуцированный запор, поскольку налоксон в его составе блокирует периферические опиоидные рецепторы кишечника и, соответственно, не столь ухудшается моторика кишечника. Это вот диверсификация с растворением энтеральных форм, так выглядит. И, соответственно, когда налоксон входит в состав такого комбинированного препарата, то при приеме внутрь он не достигает системного кровотока. Но если же наркозависимые все-таки каким-то образом подобный препарат добывают, толкут, делают кустарные растворы и пытаются ввести внутривенно, то начинает работать налоксон уже в полный, как говорится, рост, как облокатор опиатных рецепторов. И в результате от введения такого кустарного раствора наркозависимый не получает желательного такого аддиктивного или, так сказать, эфоризирующего действия, а наоборот испытывает или никакие эффекты, или очень слабые эффекты. А если у него какая-то была еще доза героина, то он может испытать и синдром отмены, феномен отмены. Ну вот таковы основные перспективы, основные возможности использования препаратов из группы сильных опиоидных анальгетиков на сегодня у наших пациентов. Часть мы можем использовать, должны и используйте, пожалуйста. Какие-то перспективы, надеюсь, в ближайшее время при помощи Дианы Владимировны и при помощи сильных мира всего будут успешно реализованы. Спасибо за внимание.